Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают предприятие, которое производит пластырь в центре и на северо-западе. Вниз по вертикали новые клиенты, которые... Морской бой решил поиграть. Вниз, Витя, новые клиенты, появившиеся у производителя медицинского пластыря за последние три месяца. Нельзя, чтобы твоя овощка ординат до утра подождала. Маме, привет! О, а мне она в три часа ночи. Не звонит. Да, Элис? Нет, нет, ты меня не разбудила, нет. Молчанов, знаю. Сейчас передам трубку. У тебя что с телефоном? Она тебе дозвониться не может. Трубку-то давай. Молчанов. Да, буду через полчаса. Твой изымай, мой, найди, поставь на зарядку. Меня в три часа ночи она к себе в гости не приглашает. Чё надо? Документы предъявите. Черт. Чего сидим? Кого ждем? Друга жду. Друга? Как зовут фамилия, имя, адрес? Да... Понятно. Вышел из машины. Быстро из машины. Встал. Руки в стороны. Да чё ты? Спокойно, спокойно. Разрешения, как я понимаю, нет. Слушай, может, договоримся? Сейчас договоримся. Доги. Ты послышай. Черт. Пластырь. Черт. Чё это такое? Руки сюда. Машина. Быстрее. Давай разберемся. Сиди, сейчас разберемся. Черт. Дежурный, это майор Молчанов. Вызовите наряд. На Шелестову, 12. Глядь. Это он? Да, это он. С чего ты взяла, что следит за тобой? Не за мной, он следит за моей квартирой. А что такого в твоей квартире? Кто это? Это отец Гриши. Химик, который изобрел дикий мед? Да. Что он тут делает? Когда обратно? Но с Лугой никогда проблем не было, так что, думаю, завтра вернусь. Лёш, если никогда проблем не было, это не значит, что их не будет сегодня. Андрей, что у тебя с накладными? Большое количество пластыря. Закупая сеть аптек, не чихай. Лёш, проследи за товаром от погрузки до прибытия к нам. Хорошо. О, привет. Здорово. О, порадуй нас. Ты же сказал, что с Дебровым будет один охранник. Ну да, один. А там их было четыре. Все профи, все со стволами. Двое поднялись к ним в квартиру. Подожди, мы его пасли три дня. В 7.30 вышел из дома. О, один. В 8.15 приехал в офис. О, один. О, это охранник. Один, это один. А там этих О было четыре. Да подождите вы. А что это Дебров решил усилить охрану? Если б я украл 19 миллионов и раздал их бедным, я б тоже усилил охрану. Да, но прошло пять дней. Почему именно сегодня? Если я правильно тебя понял, ты оставила записку. Ее кто-то передал Гришиному отцу. Да. Прочитав ее, он пять дней назад сбежал из психушки, которая охраняется не хуже, чем тюрьма. Так? Да. Он сказал, что дверь в его палату была открыта. И что выход из отделения почему-то был свободным. Ему тоже показалось это странным. А потом он увидел его. Это санитар из психиатрической лечебницы. Но он и позвонил мне. Но почему он тебе сразу не позвонил? Он очень напуган. Он хочет, чтобы мы защитили его и Гришу. Ты ему сказала, что за Гришей охотятся ДМ-овцы? Да. Я посчитала, что он должен это знать. А ты сказала, где находится Гриша? Нет. Он нужен нам точно так же, как мы нужны ему. Ты полагаешь, что Самойлов сможет сделать антидот? Я полагаю, что он его уже почти сделал. Он очень боится за то, что этот антидот попадет в плохие руки, как случилось с Диким Медом. И он боится, что его могут захватить бандиты. И он очень переживает за Гришу. Понимаешь? Здравствуйте. У меня есть все, кроме одного компонента. Молчанов. Как нету? Санитар сбежал. Так, срочно собирайтесь, срочно. Вас надо перевозить. Одну минутку, подождите. Машина была на сигнализации. Вы что-нибудь слышали? Нет. Так, вот его фотография. Проверьте все дворы вокруг. Слушаюсь. У него на руках наручники. Ясно. Элис, забирай Самойлова. Надо ехать. Хорошо, я сейчас. Виктор, Самойлов сбежал. Вот что, со второго этажа спрыгнул, что ли? Он мой кошелек забрал. Старик, что с ума сошел? Я только из парка. Где и где-то? Вот еще посмотри. Да, проходи, садись. Угу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Эй, ты что там делаешь? Строгай! Стоять! Стой! Там нормально. Мужик, с тобой все в порядке? Он живой там? Скорую вызовите! Найди кого-нибудь из персонала Деброва. Секретарша, уборщицу. У него офис большой, народу много. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Что? Как? С какой новости начать? Начну с хорошей. Химик сбежал от ментов. А плохая? Он сбежал и от нашего санитара. То есть ты хочешь сказать, что больной на голову химик? Обвел вокруг пальца и нас, и ментов, и теперь шляется где-то по городу? Да. Что? Мгм! Его голова дороже всего, что у нас есть. Что за день-то сегодня такой? Сивый, землю носом роем, но чтобы к утру ты мне химика нашел. И если хоть волос упадет с его головы... Да понял я. А ты найди способ добраться до Деброва. Как? Не знаю! Подрови! Подкупи охрану! Взорви к черту и в офис! Придумай что-нибудь. Что сегодня за день такой? День отцов. Я выиграла! Ни фига ты не выиграла! Я выиграла у тебя! Не будешь проигрывать мужчине, никогда замуж не выйдешь. Ой, да больно надо. Зоя? Ты что? Зоя? Зоя, что случилось? Больно. А? Больно. Где болит? Здесь. Здесь? Сейчас, подожди, я врача вызываю. Подожди. И кто после этого из нас дура? Здрасте, я ваш новый лечащий врач. Сейчас я вас буду слушать. Здесь можно? Да, спасибо. Да ничего там нет в этих сводках, я уж все просмотрел. Почему бандиты следили за ним несколько дней? Почему не взяли его сразу? Что, они не нашли бы способ заставить его сделать антидот? Здравствуйте. Это из милиции вас беспокоило. Мне кажется, с его помощью они хотели выйти на Гришу. Самойлов сбежала с психушки, чтобы помочь сын. А Элис, случайно не могла сказать Самойлову, где лежит Гриша? Просто если сказала, то его надо искать именно там. Да, это наш. Ребята, сегодня с черепно-мозговой травмой поступил... А почему вы на меня так смотрите? Ничего, поехали в больницу. Завтрак, завтрак. Ну вот и молодцы, берем кашу. А новенький у нас что? Ну что ты смотришь-то? Ты в больнице. Под утро привезли. Это каша. Ешь. Ну как, хорошо вчера покурались с льдами. Нация, в которой 3% наркоманов обречена на вымирание. В нашей стране только по официальной статистике 7% наркоманов. Вы кого-то ищете? Никифоров. В этой палате. Никифоров? Может это новенький? Ну, такой он. Щуплый такой. Да, новенький. А вы ему сын, что ли? Да, сын. Похож. Вышел куда-то. Наверное, в Галину. Да. Нашел? Нет еще. Баба из милиции в больнице. Сваливай. Да, понял. Здрасте. Самойлов здесь? Нет таких. Нам сказали, что он здесь, в этой палате. Он невысокого роста, худенький такой. У него травма головы. Так это не Кифоров. Нет, Самойлов. Кальюн пошел. С травмой головы. И сын его тоже. Сын? Сын у нас. Спасибо. Скажите, а как выглядит сын Самойлова? Не знаю, он ко мне не подходил. Хорошо, а сам Самойлов, он куда мог пойти? Дорогуша, ты где находишься? В травме. Сюда потрезвая, редко кто когда попадает. Пьянь одна, а мы не няньки. Извините. Ой, про тетрадку он у меня что-то спрашивал. А что вы ему сказали? Что личные вещи хранятся в гардеробе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это все из-за меня. Лучше подумай, где может быть Самойлов. Короче, в больнице его нет. Мы создали группу и полностью ее финансируем. Что, ага? Лева, пробей, пожалуйста, все связи Самойлова. Витя, я думаю, сейчас есть дела и поважнее. Нация, в которой 3% населения наркоманы, обречена на выбирание. В нашей стране только по официальной статистике. 7% наркоманов... И не секрет, что нередко наркотики ввозятся в нашу страну под видом лекарственных препаратов. Поэтому мы создали группу и полностью ее финансируем. Группу, которая обеспечит максимальный контроль за любым передвижением лекарственных препаратов внутри страны. А также продажа и покупка их компонентов. И начали мы с небезызвестного наркотика под видом обычного пластыря. Под названием «Дикий мед». Скажите, каким образом вы собираетесь это сделать? Ведь у вас нет права задерживать грузы. Задерживать нет. Но собирать информацию, придавать ее гласности в средствах массовой информации мы можем. Он же подписал себе смертный приговор. Он подписал себе его несколько дней назад, когда перевел 19 миллионов. ДМ-овцы убили его сына. Это его крестовый поход. Даже не боится, сука. И если государственные органы и милиция не могут пресечь наркотрафик «Дикого меда», значит, это должен сделать кто-то другой. Надо поднять все, что мы знаем о Самойлове. Так, Элис, Зоя, езжайте к ним домой, просмотрите фотографии, документы. Короче, все, что может помочь нам найти его. А ты куда? Туда. В офис к Деброву попасть нереально. На улице охрана, к машине не подобраться. Может, цветы мы пошлем? С отравленными шипами? Подарок за сообразительный. Да я понимаю, Феликс, понимаю. Думаю я, думаю. Что он там еще несет? Который сообщит о поставках в пластыре по сомнительным документам, получит вознаграждение, равное 20% от стоимости груза. Нужно сделать остановку, перегрузить весь товар. Майор Молчанов. Молчанов. Сдайте все металлические предметы. Спокойно. Табельное оружие. Вам придется оставить оружие. Не имею права. Значит, дальше вы не пойдете. Так, позвоните Деброву и доложите, что пришел майор Молчанов. Он в курсе. Пропустить? Нет. Поступило два сообщения. Одно из Калмыкии, другое из предприятия в Луге. И оба анонимные. Что? Есть новости? И очень хорошие. Ну, думаю, Калмыкию можно пропустить. Слишком накладно оттуда пластырь возить. А вот Лугой стоит заняться. Проверить оба груза. В случае подтверждения, выплатить анониму вознаграждение. Документы передать майору Молчанову. О ходе дела следить с помощью прессы. Мы все делаем правильно. Проверьте накладную. Номер 62-59-3. И номер автомобиля... Здорово, мужики. Нет такой накладной. Ради бога, извините, а. Не подскажете, вот где это? Так, мы сейчас здесь. Нет такой накладной. А вам надо вот сюда. Ну, а это что такое? Я тебе вот показываю. Смотри. Липовая твоя накладная. Спасибо. Спасибо. Алло, это я. Наш груз пропал. Смотрите, здесь на фотографиях один и тот же человек. В институте. Вот на даче. Сейчас. Здесь написано, я, Назара, Сергей. Старый друг, если нету больше никого, я бы обратился к старому другу. А кого мы ищем-то? Сергея, Назара. И как мы вычислим адрес? Год выпуска в институте. А, сейчас. 1979. Что это такое? Назар Цаитлеев. Есть адрес? А, Назара нет. А где он? Да, знаете, странно как-то. Утром ему кто-то позвонил, и он уехал на дачу. А что? Спасибо вам большое. Всего доброго. А где дача-то ваша? Конечно, Самойлов там. И Назар работает в лаборатории и может помочь достать недостающий компонент. И та срочность, с которой он уехал, она о многом говорит. Смотри, Зоя, красная. Я контролирую ситуацию. Дружочек, сначала водить научись. Где моя кружка? Я думаю, что оружие для него было только предлогом, чтобы не встречаться со мной. Он прекрасно понимает, во что ввязался. Поэтому и охрану усилил. Черт тебя знает. А если это сработает? О, моя кружка. Ну, какая разница, кто остановит Демовцу? Мы или Дебров? Если у него получится, от этого всем станет только легче. Черт его знает. Ни номеров, домов, ни названий улиц. Слушай, может, здесь направо свернем? Ну, поехали направо. Зоя, может, спросим уже у кого-нибудь? Сейчас осень, и здесь никого нет. Если мы кого-то вдруг встретим, то это будет очень большая удача. О, удача. Простите, пожалуйста, нам нужна дача Назара-Светлива. Вы не знаете, где это? Я не знаю такого. А, линия Огородная. Дом 16. А, так. Вам нужно вернуться назад и направо. Спасибо. Куда ты прешь? Не разъедемся же. Зоя, может, нам назад встать? Ага, сейчас. Что делать-то? Пропускать, что делать? Зоя, Зоя, именно эта машина проехала на красный свет в городе за нами. И я не думаю, что это совпадение. Мы привели Дэймовцу к Самойлову. Как они на нас вышли? Так, весь поселок прочесать. И химика брать живым. А девки? Если будут мешать, валить обеих. Зимный. Иди проверь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Телефон-то здесь. Что делать-то будет? Так, мы с решеткой направо, вы налево. И химика брать живым. Как же я не поняла, что у них есть мой номер телефона. Слушай, кончай рефлексировать, надо что-то придумать. Значит, делаю следующим образом. Ты идешь к Самойлову, забираешь его, пешкодрапом идете к трассе и на маршрутке добираетесь до города. А ты? А я? А я их отвлеку. А как? А пока я не знаю, как. Проверь там. Угу. Никого. Паутина здесь. Там же Самойлов. Есть кто дома? А вы не подскажете, где дальше Назар Саидлеева? Да дверь-то откройте, я вас не съем. Чего? А, там? Спасибо большое. Давай, давай. Куда она делась? А где она? Беги, бегу. КОНЕЦ 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 Давай туда. Да. Стоп. Понял. Черт. А ну, руки вверх. Руки вверх. Назад. Идите назад. Я сейчас тебе зайду в дом. Слышь ты, что ты мне тут устроила? А, Самойлов здесь. Зайди в дом. В дом, я сказал, зайди. Какой Самойлов? Тебя что, моя жена послала, а? Что ты тут шпионит? Простите, извините, пожалуйста. А ну, вали отсюда. Ходят тут всякие. Как нашелся? Не прошло и снявок, у вас есть уже первые результаты. Спасибо. Совершенно верно. Груз стоимостью более полумиллиона долларов был брошен по дороге из Луги. Все документы мы передали в госнародный контроль. Получил документы? А вы не боитесь покушения на свою жизнь? Вы меня пугаете? Сейчас будет моя любимая фраза. Вы знаете, мы все пришли в этот мир для чего-то. И я думаю, что то, что я делаю, я делаю правильно. И в этом моя миссия. А что происходит-то? Тссссс. Проходите. Все, Влад Борисович. Сами увидите. Что вы планируете делать дальше? Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. И в ближайшее время мы выбросим на рынок вакцину, так называемый антидот дикому меду. Но мы все знаем, что вакцина не существует. У нас есть. У нас есть человек, который может нам в этом помочь. Скажу вам больше. Она появится на рынке в ближайшие 2-3 дня. Так скажите нам его имя. Всеволод Борисович. Неужели это Самойлов? Я обещал, что его имя останется в тайне. Самойлов думает, что Дебров его сможет защитить. А Дебров сам подрицелом. Да, товарищ генерал. Сейчас буду. Илья Александрович, дай мне с собой этот успокаивающий чай. Как Самойлов к нему попал? Как он к нему попал? Как я мог-то? Ты понимаешь, что ты сделал? Ты профукнул? Ты просрал, идиот! Каждую больницу по человеку проверить всех парней в возрасте от 23 до 27 лет. Заглянуть в каждую палату. Если рожа в бинтах, снять нафиг бинты и проверить каждого. Ясно? Сутки вам даю на то, чтобы найти этого Самойловского выродка. Да. И еще. Все поставки прекращаем. С сегодняшнего дня. Так подожди, у нас пластырь всего на неделю хватит. Я неделю ждать не собираюсь! Понятно? Феликс, проверь. Вечером это должно быть в Москве. Понял? Сделаем. Я еще раз прошу прощения за моих людей. Они просто не знали, кто вы. Но сами понимаете, меры безопасности не лишние. Прошу. Здесь все, что вы просили. Если понадобится что-то еще, охрана у дверей. Вы обещали найти моего сына. Я занимаюсь этим лично. Вы его скоро увидите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да. Да, я уже все купил. Скоро буду. Геннадий! Добрый вечер. О! Я вижу, вы поранились. У меня к вам деловое предложение. Не сомневался. На сто тысяч долларов. Вы же работаете авиадиспетчером? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За последний месяц количество преступлений, связанных с распространением наркотиков, понизилось на 9%. А что вы думаете о созданном недавно крупными бизнесменами фонде? Что я думаю? Их порыв хороший. Но каждый должен заниматься своим делом. По нашей статистике, раскрываемость дела наркотиков повысилась на 12%. А как вы прокомментируете, что группа Деброва установила вознаграждение производителя в пластыре за информацию о незаконной поставке? А если меры предназначены по фондам Деброва принесут результат? Скажется ли это накатом и перестановка в МВД? Да, интересный. Очень интересный вопрос. А может, чаю? А может, чаю? Вы понимаете, что ДМ-овцы следят за каждым вашим шагом? И за нашим, кстати, тоже. Нам удается больше месяца скрывать Гришу. Он лежит в больнице под чужим именем. И только так он остается в безопасности. У меня хватит денег, чтобы защитить их обоих. Я найму лучшую охрану и вывезу их за границу. Хорошо, я обещаю вам, что мы вернемся к этому вопросу. Но только после того, как Самойлов сделает антидот. А пока никто не узнает, где лежит Гриша. Еще. Вы объявили о незаконной поставке пластыря служского комбината. Вам передали сведения. Да, спасибо. Всеволод Борисович, вы меня извините, но не нужно кричать об этом в вечерних новостях. Пусть они думают, что вы пропустили поставку. Тогда мы их сможем как-то отследить. Сколько времени вы занимаетесь антидотом? Полгода. Полгода? Так вы же все знаете. Вы же нарыли их адреса, их телефоны, их лица, контакты. Да? У нас есть фотороботы. Двух человек. Фотороботы двух человек? Да. И это за полгода? И вы хотите, чтобы я просто так отдавал вам поставки, с которыми вы ничего не сможете сделать дальше? Да я за один день сделал больше, чем вы за полгода. Сегодня одна поставка, завтра три. Послезавтра никто в России не будет продавать им пластырь. И это говорю вам я, Дибров. так что вы меня тоже извините. Езжай в тринадцатую больницу. Она в том же районе. Да мне плевать, что ночь. Да. Да. Понял. Завтра. 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 А сколько там сегодня градусов ты смотрела? Плюс семь. А реферат ты успела сделать? Да готов ты реферат, готов. Шар взяла с собой? Да. Деньги у тебя в рюкзаке? Да. А какого вы на экскурсии едете? Восемнадцатого. Я поехал. О, отлично. Довезешь меня в школу на машине. У тебя все хорошо? Все хорошо. Пока. Здравствуйте. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что нужно? Мы тебя до работы проводим Здрасте Здрасте Ты типа это Ценный объект Типа в аэропорт поехали А интересная работа Авиадиспеджер Как утренняя пресса? Значительно подняла настроение А что с сынком химиков? Объехали за ночь шесть больниц Пока глухо Ну ничего Думаю время у нас теперь есть Руки поднимите Я знал Я знал на что иду Ввязавшись в твое дело Но если это правда Ты ставишь мою репутацию под удар Я так рисковать не могу Если это враню я с тобой Это правда Только это были деньги даемовцев Я незаконно перевел Все средства с их счета В благотворительный фонд Если б я этого не сделал Эти деньги пошли бы На производство наркотиков Прости я не могу Я с тобой Ты когда летишь в Москву на комиссию? Через два часа Тебе сообщат номер рейса И ты должен сделать то О чем тебя попросим Сто штук это хорошие деньги За маленькую авиакатастрофу Если ты откажешься То твоя падчерица и жена Окажутся в наших руках Так что старик У тебя выбора нет Ну почему нет? Есть Ты можешь умереть Только это оправдание Сможет тебе помочь Ну что делай? Телефон оппонента выключен Или находится внизу На дне Сам врезался в стену Немедленно проверить его квартиру Может он оставил какую-то записку Посмотреть его компьютер Прямо сейчас Да Все отбой Диспетчер покончил с собой Господин Малышев Господин Малышев Скажите это правда Что ваш недавно созданный фонд Замешим банковских махинаций Я не имею никакого отношения К банковским махинациям Диброва И тем более Теперь уже к самому фонду Разрешите Больше никаких вопросов Я этому не имею Никакого отношения А кто второй спонсор фонда? Аникеев Надо прощупать его А что с Дибровым? А Дибров Все равно обратно полетит Готовьте дублера-диспетчера О, привет, Настя Ты чего еще не в школе? Я реферат дома забыла Алло, там, мам Нет, я не в школе Я просто реферат дома забыла Как авария? Он жив? Я скоро приеду Ты же в школе должна быть, а? Куда ты пошла? Куда ты пошла? Стой! Я тебя же сейчас... Стоять! Помогите! Педофил! Не лезь, пожалуйста, пожалуйста Помогите! Пойдем Мамочки! Мамочки! Оплачиваем проезд Эй! Эй! Сдачу возьми У тебя все в порядке? Нет Можно позвонить с вашего телефона? Потому что что ничего не болеет Нgy yacht Пойдем Пойдем Надо